на большую кнопку на правую кнопку нажимаем все девочки ругаюсь блин короче говоря михалыч я вчера нет не заряжала нет зачем льется же ничего попьешь кофе еще вчерашний каждый день хорошим посмотри какое хорошее спиночка это братом ты меня поешь шикарная шикарная отжимки какие-то я не заряжала ты че не посмотрел я не смотрел по новому сейчас подожди нальется по-новому счету 0 а вкусно пахнет вкусно пахнет отжимки всегда хорошие люди пакетик чая по 10 дней пьют заваривают 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 а вы сейчас привыкли уже прямо знаете на широкую то ногу жить ничего вон она хорошая кофе нормальная тебе что думаешь наливают кофе что ли это в учреждении я вчера в посудомойку поставила вот это все он же у него было у аппарата вот михалыча аппарата забирал и он ничего не мыл и там везде вот это вот подтеки не пользовался им подтеки были немытая была и короче я посудомойку положила сейчас он где выливать ну конечно подожди подожди и он говорит а чё где игры посудомойки достал а мы все в каплях посудомойка опять не сушит посудомойка не сушит и он полез я смотрю там вода кругом и а я думаю вчера достала графин пастера помыла его он весь разводов вот это настоящий аромат какой шикарный боже мой шикарнейший аромат и все и он полез посудомойку там опять нет соли девочки напишите в комментариях насколько соли вам хватает посудомойки но сулит я съела машину ну вот вот мы не дам целую пачку до пачку целая пачка пошла девочки целая пачка вошла недавно но это было ну сколько полгода назад полгода наверно летом но в июле когда я приехала в июле наверно и все я сейчас опять разругалась михалыча у меня утащил соль где соль пустая банка была я выбросил ее счет начинаешь это хоть поддерживаем папу-то поддерживает уже ничего ночью чая еще что ли чая попить что-то фото чаще процесс вот это смотри какое темное помой прямо уж прям помой прям помой всю жизнь прямо кофе пьешь ага какой деловой на дождь печеньки ну а че чем ты будешь так вот с молоком круто какой-то крутой кофе с пенкой но я обожаю с пенками хорошую дать аппарат и девочки за 4000 же я его покупала не знаю сколько сейчас они стоят мне кажется подарочек техника вся подороже но очень хорошие нэспрессо вот эти вот маленькие капсулы дорогие да а вот но это удобно очень и вот можно даже с собой куда нибудь брать вот этот аппарат он маленький положил сумочку и поехали в дорожную сумку и все приехали но обычно вот такие аппараты стоят в отелях в турции вот стоят чем уж что даем куда в турции вот так вот сейчас каникул осенние начались там зимние будут потом весенние ну чё люди люди болеют на самом деле болеют серьезно сейчас опять тогда карантин сделают все и тогда главное летом вообще что-то было там мало сейчас опять поднялось так летом ты вон ванапе что творилось там на берегу то вообще в яблоку некуда было упасть и все не было никакого коронавируса никаких марок не было я заболела ты заболела уже когда осенью когда уже ветра начались ты ходила раздетая стади гуляла жарко мне это не поэтому ну да поэтому я уже уже подкашлила недомогала в жирке и как простуживает у тебя тем более было легкие простужину болела воспалением легких это все у тебя уже ты можешь заболеть понимаешь продула все ну так вид это и есть грипп это разновидность гриппа это есть воспаление это разновидность гриппа поэтому здесь по сезону вот осень началась и все и начались проблемы опять у людей я как ходил варим 50 градусов ноги мастерки я обморозила обморозила 7 сушим году когда ты ездил до нас отправили но это я в армии был это время от армии рядышком ты ко мне заехал ну знаешь михалыч это в наше время сейчас запросто девки делают запросто и телефоны и все а раньше же ты и знать не знал понимаешь и ты боялся не дай бог куда-то там уйдешь или еще чего уехал тоже крючок у меня тоже вам же 18 где он же а мы же еще были молодые маленькие мне было 12 лет нас повезли на праздники на новогодние праздники повезли подселили в каком-то не знают мне 12 лет а 15-14 78 я в 63-м родилась 15 лет 15 лет не было поселили у нас в этом в интернате в каком-то так вы на новый год там эти группе 50 градусов было вы ну 50 градусов было и все это по экскурсии нам геологические музеи возили нас политехнический институт возили что там было смотреть-то нечего было это сейчас уж там музей ельцина там и всякая всякая разная а тогда и смотри и в 30 играли какой-нибудь приедет генерал хотя в 20 градусов запрещено было играть все губы приставали не мы там делали губы не присылки то что эти трубы завертывали эти чего делала все спирт давали не замы не заливали там эти было кому выпивал еще хуже он со свиньями вода и всю замер мы никогда не заливали приходит полстакана выпивает строится на развод потом стоит нам чего вы мерзнете я вам в одном этом носке хромаче конечно засадил полстакана спирта чистого конечно тогда такой был хороший жизнь из пшеницы это сейчас суррогат будет ну как тогда и не было чтоб из нефти было ты что это в 90-е года уже начали ему хлевать вот это появилась раньше пшеничная водка была из пшеницы со спирт завода папа возил на машине вот все что оставалось от этого когда спирт гнали ну такая как-то называлась она мяша вот это как называлась бочках возили и на фермы скотину кормили барда барда башка гуща такая была куща успев завода кормили скотину вот все в хозяйстве пригождалась так ну что все видео гружу девочки вам и будут чем-нибудь заниматься сейчас я найду чем заняться себе хрусти хрусти масел ходила ходила мозги парила мне ничего не ест зато ты где ушел да где он здесь наелся рядом вот жизнь пенсионеров девочки короче мася какала ты не дает есть время нюхать бумагу тут трепал пока мы сидели там болтали не видно какашка у нее это на волосах и михалыч идет чё это такое тут такое чё это такое взял руками чё это такое обожает ее эту мастер контролировать обожает просто контроль чтобы был за массе пописала пока кал я сразу убираю мне никогда не лежит это все и всегда чистый лоток у нее сухое никогда не пахнет ничем идеально я никогда не оставляю за кошкой там зайти некоторые кошка сходит целый день для нечего экономить больше не все чистенькое идеально это мусорку унитаз я никогда не спускаю и мусорку михалыч сходил магазин купил соли пришел и ругается девочки короче там кто-то нес мусор но это сыпься какого этажа это 63 квартиры собака она у них они выводят разденью она не сидит ну короче нет мне кажется не собака мне кажется мусор не слизь и михалыч идет и как эти консьержки вот на хера не нужно она сидит целый день она даже не шелохнулась она даже не проверила хотя бы разденью сходи ведь курить ходишь ради посмотри кое-как поднялась телевизор целый день смотрят сидят лютка-то хоть бегает так вот смотрим есть каша на тут же прямо я рыбу собралась ты прошу еще и скажешь что я я как раз выходила в то что ты не стал лёва ехал еще по на спать я проверю мне тоже нет ну вот вот видишь нас хватает вот если при интенсивном эксплуатации на месяца три наверно хватает короче надо постоянно покупать покажи какую стульку финиш она дорогущая вообще все что финиш дорого так вообще и вон в дальнюю дырку он засыпает полную еще выйти пойдет ну еще я как раз полтора килограмма хватит там ну засыпай чтоб полная была да и тебе полный я заварилась и рыба жарь обычная рыба жарь минтай покупает сразу чищу разделываю и в морозилку опять если потом только достаю у меня тут уже муха табли ну еще страшно не на воде сегодня делаю хочется поджаренный немножко все руки все залепли ой если интересно сынку а что вся пачка ушла собрался себе 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 с хватит все нормально полно беда семенок надо будет покупать собрать просто я обожаю боржуни, именно боржуни протереть надо это зеркало в наклон немножко и на нем всегда пыль собирается вот включила радио девочки, современные песни поют, что поют? не могу разобрать черт и че, вроде знаете неплохие слова, но вот так поют отвратительно что невозможно разобрать, о чем она вообще поет решила просто мокрым полотенцем, а нет, такие зеркал отвратные тонкие, такое чувство, что они какие-то пластиковые, эти зеркалы что поют, вообще непонятно девочки, ржем, болтаем с Левой, лежим и ржем на Тедди он схватил Левин тапочек и прямо к Леве прыгнул с этим тапочком прямо на лицо, хулиганье такое, играть надо, баловаться ему надо сейчас мальчика я догоню этого мальчика мы сегодня утром пришли и он как начал носиться по квартире аж задохнулся на кровать туда с кровати сюда то есть загоняй его, догоняй его с этого мальчика Сухари не ест, не ест сухари никакую. Я уже ему и колбаски намажу руки, колбасой. Мне надо, чтобы он сухарики ел. Ну что, собираться будем? Сейчас выходные. Ну что, собираемся давай, что, собираемся? Я уже фотографии все нашел. Какой клад вы искать собираешься? Прадеда, прабабабушки. Там была бы в него свинка. Господи, я думала, собираемся. Куда? Вот, я нашел по фотографии мужа. Ну кому это надо, Михалыч, иди нафиг. Кому это надо смотреть старые фотографии? Умнение это твое. Спасибо, найдем все это. Ерунду какую-то, давай, купи сначала. Что-то много тебе надо, я сейчас уже Леве говорю. Я уже столько не зарабатываю, чтобы, знаешь, тратить на Михалыча. Мне ничего не надо, у меня все есть. У тебя зубы еще 150 тысяч. Не надо мне, пускай так. Так будешь ходить? И так нормально? Так ты позвони тогда, Петру Владимировичу, что тебя так все устраивает. А зачем об этом сообщать зрителям канала? Им это нужно знать. Про зубы? Я благодарю профессионалу. Не надо знать, точно.